Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 42,5 млрд долларов. Рост активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана связан с увеличением его доходов, в том числе доходов от управления собственными активами. Согласно отчету об инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года, рост активов составил 10,4% по сравнению с показателями в начале года. Активы нефтяного фонда составляют 42,5 млрд долларов. За указанный период Госнефтефонд Азербайджана перечислил в бюджет страны более 4 млрд долларов. Инвестиционные портфели фонда находятся в Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доходы фонда формируются за счет доходов от продажи азербайджанской нефти. Фонд включен в список 100 самых влиятельных владельцев активов и публичных руководителей прошлого года, заняв 10 место в рейтинге Института суверенных фондов благосостояния. Министерство налогов Азербайджана предлагает сократить ставки упрощенного налога для представителей культуры, работающих на торжествах и развлекательных мероприятиях на 33,3%. Как ожидается, новшество коснется и лиц, предоставляющих услуги фото, аудио и видеосъемки в индивидуальном порядке. Данная поправка в налоговый кодекс предоставлена на обсуждение в парламенте Азербайджана. В случае принятия предложения они вступят в силу с первым днем января 2020 года. Американские фондовые индексы завершили понедельник ростом. Инвесторы следили за квартальной отчетностью американских компаний и делали прогнозы относительно предстоящего в конце октября заседания Федеральной резервной системы. Как ожидается, ФРС США снизят базовую процентную ставку на 0,25% пункта, что станет третьим снижением с начала года. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику. При этом более активному снижению индексов препятствует оптимизм, связанный с торговыми отношениями США и КНР. Первый этап соглашения в торговом споре США и Китай могут подписать с опережением графика. Ранее, по сообщению ряда СМИ, стороны завершили обсуждение по некоторым частям соглашения. Помимо сельскохозяйственного и банковского секторов, в ОНОВ содержат довольно обширную повестку. Стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы. Достигнут консенсус по налаживанию работы системы, благодаря которой будет осуществляться надзор рыбной продукции, поступающей в Соединенные Штаты. Между тем, США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на сумму в 34 миллиарда долларов. «Мы стремимся к тому, чтобы двигаться с опережением графика и подписать крупную часть сделки с Китаем. Она направлена на защиту наших фермеров, которые, в свою очередь, позаботятся о других вещах. Соглашение также позаботится о банковском секторе. Я считаю, что мы намного опережаем график. Вероятно, что подписание документа состоится в Чили, как планировалось ранее». Дональд Трамп также отмечает, что договоренности с Китаем будут формализованы по ускоренной процедуре. По его словам, сделка не требует одобрения в Конгрессе. О подписи в документе от лица страны укажет сам Дональд Трамп. Ранее отмечал, что стороны подпишут соглашение в Чили в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Между тем, в самом Чили мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки, продолжающиеся уже две недели. Недовольство народа началось из-за повышения стоимости проезда на метро. В настоящее время к этому списку добавились отставка правительства, повышение заработных плат, снижение налогов, бесплатное образование и медицинское обслуживание. ЕС одобрил запрос парламента Великобритании об отсрочке при условии проведения досрочных выборов. В свою очередь, предложение премьер-министра страны о всеобщих выборах потерпело поражение. Не получилось набрать необходимого количества голосов. Борис Джонсон намерен представить парламенту новый законопроект о проведении досрочных выборов. Парламент Великобритании не поддержал предложение премьер-министра о проведении выборов 12 декабря. За выборы проголосовали 299 членов Палаты общин при необходимых 434 голосах. После голосования премьер-министр заявил, что подаст новое предложение о внеочередных выборах, по которому необходимо всего лишь большинство голосов. Так или иначе, мы должны стремиться к выборам. Позже, этим вечером, правительство опубликует короткое уведомление о выборах на 12 декабря, чтобы мы наконец-то смогли осуществить Брекзит. Лидер оппозиционной илеваристской партии выразил недоверие словам премьер-министра относительно проведения парламентских выборов. Мы с нетерпением ждем окончательного решения. Премьер-министр не держит своего слова. Он собирался вывезти страну из ЕС без сделки, зная, какой ущерб он нанесет работе и отраслям по всей стране. Ранее, 19 октября, парламент Великобритании отклонил рассмотрение в ускоренном режиме соглашения по Брекзит, после чего Борис Джонсон был вынужден послать в Брюссель письмо прошения об отсрочке. Накануне ЕС согласился отложить выход страны из Союза на три месяца до 31 января 2020 года. Европейский Центральный банк простился со своим председателем Марио Драги. Он пробыл на посту председателя ЕЦБ 8 лет. С первым днем ноября обязанности председателя Европейского Центробанка будут переданы Кристин Лагард. Накануне своего ухода с поста председателя ЕЦБ Марио Драги возобновил программу поддержки бюджетов стран Еврозоны. Основанием для подобного решения послужили экономические показатели Европы, которые оказались недостаточно обнадеживающими. Выступая перед аудиторией в ходе специальной церемонии, Марио Драги заявил, что ЕС необходим общий бюджет для того, чтобы обрести возможность стабилизировать Валютный Союз. Придерживаться политики своего предшественника пообещала Кристин Лагард, которая возглавит ЕЦБ 1 ноября. Вы приводили в действие решение поддержанной командой ЕЦБ. Они стали решающим на пути спасения Европы от потопления. Мы главы государств и правительств должны реализовывать ваше знаменитое. Быть смелыми и дальновидными. Быть хранителями нашего наследия. По словам президента Франции, именно правительства должны стабилизировать еврозону. Немногим ранее Марио Драги отмечал необходимость новых мер по стимулированию в ЕС, при этом сократить ключевую процентную ставку, а точнее ввести отрицательную ставку, что откроет путь дешевым банковским кредитам. За первое десятилетие ЕЦБ смог завоевать доверие. В 2011 году финансовый кризис стал причиной смены деятельности банка. Сегодня мы можем считать, что возможность возникновения рисков осталась позади. По словам президента Италии, финансовая система ЕС сегодня более устойчива. И все это благодаря усилиям Марио Драги. Между тем, эксперты отмечают, что сменившая его Кристин Лагард намерена призвать правительство стимулировать экономики стран ЕС за счет увеличения расходов на жизненно важные инфраструктурные проекты. Фискальная безубыточная цена на нефть для Азербайджана в текущем году составит 52 доллара за баррель. В 2020 году около 53,5 доллара. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда. Организация ожидает, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть в Азербайджане в этом году составит 64 доллара за баррель и 59,5 доллара в 2020 году. В госбюджете Азербайджана на следующий год планируется, что цена на нефть будет заложена на уровне 55 долларов. Кроме того, МВФ опубликовал отчет по Ближнему Востоку. В документе говорится, что политическая неопределенность и нестабильные цены на нефть препятствуют экономическому росту. Однако в следующем году тенденции изменятся. Цены на нефть перешли к снижению в ожидании данных по запасам сырья в США и на опасениях за спрос. По мнению экспертов, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тысяч баррелей после снижения недели и ранее. Это были самые главные новости мира финансовой энергетики. Оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30. Субтитры предоставил DimaTorzok